В нашу церковь пребывают такие молодые, красивые, благословенные люди, семейные пары. На этой неделе позвонила одна сестра из Одессы. И просила тоже ее принять в нашей церкви. Она нашла нас по видеопроповедям. И наша церковь очень понравилась. И она приняла решение со своей семьей. Муж на войне приняла решение перебираться в Варну. Я думаю, это очень серьезное решение, правда? И я благодарю Бога, что Бог так вот располагает сердца. Чтобы люди принимали решение оставить свое родное место и приехать сюда. Ну, я думаю, что не мы привлекаем людей, правда? Если члены, не привлечем их воротам. Потому что практически никого из вас на экранах не видят. За что-то никут вас на себя вижданной экране ты. Наверное, только я привлекаю людей. Может быть, на честу. Может быть, сам вас привлечем вороты за что-то себя вижданной честу. Я всегда шучу немножко. А с этой шаговым разбираться? Конечно, Святой Дух. Разбираться, что твоя Святая Духа. И для меня это самое драгоценное. И за момент твоя наископоцентная. Что люди едут сюда, привлеченные благодатью святую. Чехораты идут к привлечению от Бога дата. Иисус очень привлекательная личность. Иисус и многу привлекательную личность. Я когда-то пришел в церковь. И остался в церкви. И в станах там. Только благодаря Иисусу. Саму заради Иисусу. Слава нашему Богу. Еще брат Сергей хотел сказать. Давайте поприветствуем Сергея Гурва. Боже шалом всем. Боже шалом на всички. Я попросил 5 минут, но кажется, не получится. Астамолик за 5 минут, но может меня можно достигнуть. Я так вас давно не видел. У меня очень много свидетельств. Столько удавлено с вами виждал. Ему много свидетельств. Так как Новый год, Рождество. Новое годы, Рождество. Хотя я точно знаю, что Рождество было не зимою, а где-то сентябрь-октябрь. Точно знам, что Рождество не было при зиме, а на септемвре-октомвре някоди. Кто хочет поспорить, приходите, поговорим. А кто някоди спорит со с мен? Идвайте. Да. За Новый год тоже скажу, что это немножко такой языческий праздник. И за Новый год то есть все, что языческий праздник. Почему в януаре Бог Янус, двухликий, который видел прошлое и смотрит будущее. Но пользуясь случаем прославить Господа, я и это использую. По работе меня забрали в командировку в Паничте. По работе меня взеха в командировку в Паничте. И это высокий горный курорт в Болгарии. Пятьдесят метров и там находится лифт, который поднимается до Рильские озера, если слышали. Вот там я был. Самое удивительное началось, как только мы туда приехали. И наиболее необыкновенные неща начинали, когда мы только дойдем там вечером. Сразу, как мы едем туда, поднимаемся, пурга, снег, валит. Има снег, буря. Чем выше поднимаемся, тем хуже машина. И колкото повисоко се втигаем, положу колата се управлява. И только мы подъезжаем к отелю, нам говорят, вы имеете космет. И когда мы встали до хотела, вы удачливы. Вы удачливы очень, потому что как только мы приехали, дорога перекрылась. За что ты встали нахме и туда вопытился и затворил? Большой снег. Много снега. По фотографиям, которые я снял, кому я посылал, они говорят, больше напоминает Урал. Несколько времени не было света. Мы немножко рассеянные. Вдруг приезжает начальник. Я всегда с собой беру маленькую Новый Завет. Какой же воин без оружия, да? И как воинник может быть без оружия? Говорят, что у некоторых он лежит на полке, так пыль стирает. Казват, что при некоторых хорах това оружие лежит на рафта. А у меня он... О, я его вытащил, почистил. Но аз изваждам свое оружие, почиствам. И си готовя да читал. И представляете, не дошло время. Не нашел время. Не намерих время. Работа, 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 работа. Работа, работа, работа. А Господь переживает за меня. А Господь притеснява за меня. Начальник на меня начинает нажимать. И другого начальника за почида дамя притиска мало. Представляете, из всех выбирает меня. Вот сички ты из пирамены. Я уже думал, у него какой-то дух антисемитизма. А в смысле читаем дух на антисемитизм? После этого встаю и думаю. После этого остава в смысле. Ну Господи, ну почему так? Господи, за что така? А знаете, духовно, я вообще там как скелет. Я же не читал столько времени. И духовно там бяг, как скелет, за что только времени нет. Я благодарен своему отцу. И благодарен на Башкасе. Который сокрушает меня. Кое-то меня сокрушало. И я начал молиться. И започил, когда все молим. Я сказал, Господи, я понял свою ошибку. А сказал, Господи, я разбрал свою грешку. Но уже доходит до того, что начальник очень сильно меня давит. И доходит время до выгнать меня хочет. Я уже продолжаю молиться. И вот когда я начал читать. Бог совершает чудеса. Как только начальник опять на меня нажимает. И уже говорит, что все. Наверное, сегодня все. Последний твой день будет. И сказал, может быть, несколько вечеров, что и последний день. Я говорю, Господи, я здесь. А сказал, Господи, туксом. Никто не бывает в постыжении. Никто не требует, чтобы после рамен. И оказывается, этот разговор другие услышали. Которые даже не с нашей бригады. И они ему начали говорить. Я ничего не могу ему сказать. Просто глотая вот боль. Иду и молюсь. Получилось так, что мы с ним остались наедине. Он подходит и мне говорит, прости меня. Я вообще не ожидал. Господи, это ты. Ты его сердце управил. Мы обнялись. С тех пор он очень хорошо ко мне относится. И это сделал Господь. Он мне показал, что если... Да, извини. Господь всичко твои направил. Променил сердце тому. И я благодарен Богу, что он мне подсказал. Когда я не читаю. Богу это не безразлично. Если у вас такая же проблема, почитайте. Чтобы не появились такие, знаете... Что-то как начальники, которые будут вас чуть-чуть прессовать. Второе свидетельство, это моя мать. Приехала в Грузию. У меня умер дядя. И переехав через единственный перевал. Крестовый перевал называется. Кто был в Грузии, он знает. Крестовый, потому что там очень много людей умирало. Я применялся через Крестовый перевал. Да. И там такая снаричность, за что много хора сопочивали там. Самый опасный перевал, который существует. Он в числе там десятки опаснейших дорог мира. И твоя най-опасная путь, или в святую, единут най-опасная путь и что? Моя мать поехала. Моя мать-то мать ушла там. Там побыла на похоронах. И Господь ее говорит, надо возвращаться. Тебя утили на погребение. И после Господь ей показывает, что тебе требуется врождение. Взрослая женщина не смотрит новости. И возрастная жена тебя наклядывала в меню? Четыре дня закрыта дорога. Четыре дня из дворной путьа. Умерла одна беременная в машине из-за угарного газа. В машине из-за угарного газа. Минус семнадцать. Моя мама, ничего не зная, садится и едет. Едет таксист, который везет, он по дороге все это рассказывает, а говорит, мы с Богом. Поднимаясь по серпантинам, они видят автобус, который надвис над пропастью. И виждет автобус какой-то висит над пропастью. Два километра пропасть. Чая два километра тази пропасть. Там сразу же МЧС собрались, спасают людей. Има спасатели, ты, саду шли до спасения. Мало того, что очень большой снег. И на Лима много снег. И сильный ветер. Сильный ветер. Спуск лавины. И все, что има шелла вина. Другие сидят, ужасаются. Моя мама, давай вслух молиться. Все, кто в такси, получили, наверное, свидетельство хорошее. Другие сидят и со уплачиванием. Бачи майками, я заплачу на смоле. Сигурно-то изгул забили в такси, то со снеса, получили крышление. Через несколько часов. С летня, сколько часа. Моя мама звонит уже со стороны России и говорит, мы проехали. Майками освобождают страны на Руси, и каждого часа минули. Люди стоят четыре дня, ждут там очереди. Огромные просто. По новостям объявляют трагические там случаи, которые происходят. А Господь свое дитё правил за несколько часов. И все, кто с ними был. Это именно тот самый Господь, для которого нет ничего невозможного в нашей жизни. Поэтому пусть будет благословено Его имя. В данный момент. В тот же момент. И во всю нашу жизнь. Аминь. И без цели они живут. Аминь.